Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В эфире я, Александр Гурарье. Сегодня Вселенский Патриарх Вархоломей подписал Томас, то есть церковный указ о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви. Все это происходило в торжественной обстановке, в присутствии президента Украины. Действие происходило в Стамбуле, в Турции. Ну что, дождались. Что принесет или что уже принесла вот эта свобода Украинской Православной Церкви и к чему это может привести в дальнейшем положительные и отрицательные стороны? На этот вопрос ответит наш гость из Украины, который находится на связи с нашей студией из Харькова, политолог Никита Трачук. Никит, здравствуйте! Здравствуйте! Никит, ну вообще спасибо! С Новым Годом! И вот сегодня у нас ночь перед Рождеством, да, с Рождеством. Скажите, ну во-первых, как восприняли в Украине вот это известие? То есть была какая-то радость или наоборот никто не заметил? Вы знаете, у нас, к сожалению, общество сегодня расколото по религиозному вопросу, на мой взгляд, очень сильно. Боюсь, что не только по религиозному. Не только по религиозному, к сожалению, но в том числе и поэтому. И я наблюдаю крайне полярные оценки данного события. То есть люди, скажем так, которые были там прихожанами Киевского Патриархата, которые поддерживали изначально все вот это вот религиозное движение по ходу предоставления Томаса об автокефалии, те, разумеется, радуются, и это абсолютно искренняя радость, это не боты какие-то, знаете. То есть, ну действительно, у меня есть лично знакомые, которые очень довольны, говорят, что это хорошее что-то произошло. И, разумеется, люди, которые не поддерживали, которые все-таки сторонники канонической православной церкви в Украине, они, разумеется, со скепсисом взирают на происходящее и предупреждают о том, что это может и дальше раскалывать общество, к сожалению, и приводить ко многим негативным последствиям в перспективе как для Украины, так и, в принципе, для мирового сообщества, для мирового православия. Поэтому очень полярные оценки, разумеется. Никита, ну, в принципе, ведь все вот это действие было затеяно, как об этом писалось, как об этом говорилось лидерами церкви, для того, чтобы как бы освободиться от диктата русской православной церкви в Москве, московской епархии. И в то же время складывается впечатление, не знаю, может быть, это впечатление со стороны, что одно ермо поменяли на другое, потому что теперь ни одно решение невозможно без согласования с Константинополем, со Стамбулом, точнее. Да, и все решается там, и получается одно ермо на другое поменяли. Я только хотел сказать, что да, по сути дела, ну, что такое вот, по сути, новая церковь, да, ПЦУ? Это, по сути, как бы метрополия Константинопольского патриархата, то есть избавиться от диктата русской православной церкви. Ну, лично я его, например, не замечаю, я его не вижу. Возможно, кто-то его видит, я его лично не видел. А, по сути, новая церковь, да, созданная ПЦУ, это Константинопольский патриархат в Украине. То есть переподчинение, да, слияние там нескольких украинских церквей, киевского патриархата, автокефальной и так далее, ОПЦ, и переподчинение Константинополю. То есть реальная власть ПЦУ принадлежит Константинопольскому патриарху. Для решения каких-то важных церковных вопросов представитель ПЦУ должен обращаться к Константинополю, то есть как высшему арбитру. Кроме того, именно Вселенский патриарх как бы является такой конечной инстанцией в тех или иных решениях, спорах внутри ПЦУ, которые, я уверен, обязательно возникнут и так далее. То есть киевский митрополит, по сути, Епифаний, да, это первая инстанция, а высшая инстанция – это Варфоломей. Вот, также в тексте Томаса, вот, если вы его видели, упомянуто также то, что у нас будут созданы снова аставропегии, да, то есть переподчинение отдельных храмов, монастырей Константинопольскому патриархату. То есть, ну, казалось бы, на каких основаниях? Но вот так вот оно и есть, и, к сожалению, да, я согласен, что стоило создавать это все, стоило раскалывать общество по религиозному вопросу только для того, чтобы не быть московским патриархатом, а быть константинопольским патриархатом. Ну, как бы, я не вижу, к сожалению, действительно независимой украинской церкви. Мне кажется, Украина пока что не получила. Никита, ну, давайте оставим в стороне чисто политическую подоплеку, да, то есть то, что это было в какой-то степени инспирировано светскими властями Украины, это понятно, но я хочу понять, в чем был смысл для руководителей церкви. То есть, они-то что с этого выиграли? Ну, понятно, кроме там, то, что выиграл Порошенко, там, устроил себе предвыборную такую демонстрацию, это все классно, это такой информационный повод, о котором могут некоторые политики только мечтать накануне выборов, все замечательно. А им-то это зачем? Они что, не понимали, что они, так сказать, попадают в полную зависимость от Константинополя, и, честно говоря, неизвестно, что лучшее? Понимаете, к сожалению, это демонстрирует кризис в церкви, как в институте, в том числе, которые, казалось бы, церковь, да, это вот храм Божий, да, они должны как раз демонстрировать ну, какое-то отвлечение от мирской суеты, думать о спасении души и приобщать к этому людей. Но, к сожалению, мы видим, что, как говорится, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, и так и для всех, и для светских, к сожалению, и для духовных лиц. И мы видим то, что духовные лица вполне прагматично подходят к этому вопросу, и тоже в угоду каким-то своим амбициям, возможно, не совсем политическим, но, тем не менее, они идут на вот такие вот шаги раскола, росбрата, вот на украинском языке есть такое слово, и так далее. Ну, и в том числе нельзя забывать, разумеется, о материальной части. Вот, 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 у меня прямо с языка сняли следующий вопрос. Не стоит ли за этим передел собственности? Вот, я только, да, хотел сказать, материальная подоплека, она, разумеется, ну, глобальная. Вот, к сожалению, многие это отрицают, но, тем не менее, с 2014 года по сей день захвачены десятки храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И идут разговоры, и сам Филарет проговаривался несколько раз в интервью, что мы еще подумаем, а чья лавра, а чьи это храмы. То есть, банальный передел собственности, к сожалению, я это наблюдаю. К сожалению, опять же, в церкви, хоть и духовные люди, да, казалось бы, но, тем не менее, ничто мирское им тоже не чуждо, и наверняка все хотят прирасти, скажем так, церковными территориями, церковными какими-то вещами, монастырями, лаврами. Это все, все-таки это вполне, это как духовные объекты, так и материальные вполне объекты, за которыми стоят большие деньги. И, к сожалению, мы видим, что церковь тоже на это падка, скажем так. То есть, получается, что повеял такой дух бандитских 90-х, да, когда вот шел передел собственности, то есть, ну, теперь это на более высоком и, скажем так, подзаправлено духовной подоплекой все. Вот, к сожалению, да, я вынужден констатировать, что что-то вот типа того, к моему огромному сожалению. Ведь, как я уже говорил, да, у нас сегодня, например, только две трети, вернее, только треть населения, в лучшем случае, это прихожане потенциальные либо реальные вот новые нашей церкви, ПЦУ. Две трети православных общин — это Московский патриархат, Украинская православная церковь. То есть, это огромное количество как верующих, так и огромное количество приходов, около 13 тысяч, это огромное количество храмов, это лавры, это, ну, это миллионы и миллионы церковного имущества. И, разумеется, это все лакомый кусочек, тем более, что, светская власть полностью на стороне, на стороне новосозданной церкви. И я с тревогой ожидаю того, что, возможно, будет продолжаться захваты храмов, переделы имущества, захваты лавр, я не исключаю, главных каких-то культовых сооружений там в Киеве, Владимирского храма и так далее. То есть, Владимирский храм, по-моему, уже, по-моему, и так он был киевского патриархата. Но не суть важна. Я к тому, что, к сожалению, мы видим, что реально очень настроены на передачу церквей и новой церкви ПЦУ. Вот недавно правый сектор, кстати, анонсировал ряд митингов под религиозными святынями, не святынями, под религиозными объектами московского патриархата в ряде украинских городов. То есть, они будут требовать отдать эти храмы, отдать эти монастыри, отдать их новой украинской церкви. Вот, собственно, и никто не видит в этом давление на духовную сторону, на духовную часть этого самого. Ну, в общем, никто не видит давление на церковь в этом, к сожалению. Светская власть полностью это поддерживает. А между тем, Украина – это светское государство, я напомню. Так что получается, что светская власть недвусмысленно дает понять, какую сторону она поддерживает в этом споре. Хотя, с точки зрения государственного права, власть должна быть немножко выше всего этого. То есть, и те, и другие являются гражданами Украины. Поэтому, как-то странно, поддерживать одну часть граждан в ущерб другой части. То есть, президент должен быть гарантом Конституции. Но это оставим на его совести. То есть, получается, что, используя поддержку светской власти, вот, так сказать, новая церковь, обладающая, так сказать, абсолютной независимостью, но в то же время, которая, ну, условно говоря, раз мы же проговорили про 90-е, ходит под Константинополем теперь, да? То есть, начнет, как бы, насильственный захват собственности. Такой вариант рассматривается? Возможно, на ваш взгляд? Знаете, к сожалению, насильственный захват собственности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата уже идет, как я вам говорил, с 2014 года по сегодняшний момент. Я, к сожалению, не помню точную цифру, но это десятки храмов. 40 или 50 их просто отжали, вот, прошу прощения, за такое простое вот сленговое слово. Их просто отжимают, заходят туда и рейдерски захватывают, по сути. То есть, и, к сожалению, при попустительстве власти все это делается. То есть, это как... Ну, это просто никто не реагирует. Никита, хорошо, с действиями украинских властей все понятно. Значит, это решение было очень остро воспринято Русской Православной Церковью в Москве, и в том числе политическое руководство тоже поддержало Русскую Православную Церковь. Не кажется ли вам, что вот такие действия, они могут спровоцировать и Россию, и московские власти на какие-то, Кремлевские, я имею в виду, на какие-то действия, которые будут выглядеть под эгидой защиты православных Украины, которые, там, эти православные обратятся с призывом, с просьбой, да, и вот будет что-то типа Крым-Наш. Ну, вот что-то подобное, да, уже было, только с защитой прав русскоязычных. Вот, вы знаете, я не исключаю такого варианта, но пока я считаю его довольно-таки маловероятным. Почему? Потому что мы видим, что захваты храмов уже идут, идут не первый год. Мы видим, что однозначно притесняются права верующих московского патриархата, когда они там проводят крестные ходы, какой розжиг в СМИ идет, что это там чуть ли не ряженые ФСБшники. Ну, то есть, однозначно идет наступление на это все. И что делает Россия, как бы, вроде как нас духовно считается ОПЦМП, духовная вот мать церковь, это московский патриархат. Что он делает? Да ничего он не делает. Ограничивается громкими заявлениями и последними китайскими предупреждениями. А что они могут сделать, на ваш взгляд? Реально. Я не исключаю, да, закончу. Я не исключаю того, что, возможно, они предпримут какие-то более радикальные действия по защите верующих и по защите московского патриархата в Украине. Однако, мне кажется, очень преувеличена роль вообще и связь ОПЦМП с РПЦ в Москве. Ну, на мой взгляд, она преувеличена. Поэтому я не думаю, что Россия пойдет на какие-то прям радикальные шаги по защите верующих. И раз она этого еще не сделала и не делает все это время, то она, собственно, наверное, этого делать и не будет. И последний вопрос. А с точки зрения юридической нет никакой возможности протестовать эти решения? Там, допустим, тот же самый захват храмов и так далее. То есть, Украина, в общем-то, стремится в Европу и считает себя правовым государством? Вы знаете, есть такие механизмы, есть такие возможности. Вот недавно наш парламент в очередной раз принял очень важное для страны решение, обязав переименоваться УПЦМП в что-то там типа российская церковь в Украине, но что-то в таком духе. То есть, казалось бы, с какой радостью это украинская православная церковь, московская патриархата. Почему она должна стать резко российской церковью? Ну, мне непонятно. Видимо, депутатам виднее. Вот. И, разумеется, что в судах это уже обжалуется, насколько я знаю, уже поддаются судебные иски. То есть, разумеется, никто переименовываться не будет. И все это может затягиваться судебные процессы на годы целые. То есть, можно, конечно, доказывать незаконность происходящего в судах. И я уверен, что УПЦ это делает. И если не делают, им надо срочно это делать. То есть, нужно же как-то реагировать и реагировать в правовом поле. Вот. Однако, опять же, вы знаете, что, к сожалению, у нас в стране закон особо никем не уважается, как это не прискорбно. Поэтому я не думаю, что все-таки они по закону смогут что-то сделать. Возможно, когда-нибудь через годы и кто-нибудь и признает, что это было незаконным. Однако, к тому времени, вы знаете, храм раз и отжали, извините. А то, что это было незаконно, это через пять лет, например, признают. Так а какая разница, если храма уже нет? Никита, я сказал, что это был последний вопрос. Я вас обманул, извините. У меня есть еще самый последний вопрос. Скажите, на ваш взгляд, вот эта вся история, и вот то, что там Порошенко присутствовал на торжественном вручении Томаса и так далее, то есть, является ли это с точки зрения политтехнологий для него положительным фактором? Добавляет ли ему это очки, либо это не влияет на его рейтинг никак? Я как раз хотел добавить, что если мы обратимся к истории Томаса у нас не первой, в смысле, не у нас, а вообще в истории, да, его давали и сербской, и румынской, и польской церквям, всем церквям его давал Фонар, и мы заметим, по-моему, только в нашем Томасе написано, что он там передается нашей церкви предстоятелю и президенту Украины, то есть, вот явно вписано светское лицо, то есть, фамилия Порошенко в этом Томасе есть, он уже туда себя вписал, вошел в историю, вот как бы, ну, знаете, Дерострат тоже вошел в историю, то есть, позитивный ли это момент? А с точки зрения технологии, разумеется, что это было сделано Петром Порошенко и его командой, однозначно, это технологический шаг, которым он теперь очень активно пользуется, и раньше пользовался, и теперь будет еще активнее, ставит себе это в заслугу, и я действительно думаю, что, ну, вот проводились у нас в Украине опросы социологические, главное событие за год, и там называли два события, военное положение и Томас, то есть, однозначно, это ассоциируется с президентом, однозначно, это в плюс ему, тем, кто его и так поддерживал или, скажем так, сомневался, это однозначно в плюс, тем, кто его и так не поддерживал, ну, они его поддерживать и не будут, но то, что это одна из, вот, как бы, Альфа и Омега, его предвыборная кампания, один из столпов главных, это Томас, это однозначно, вот, было его поздравление на Новый год, две с половиной минуты, из них полторы минуты про Томас, про Божью волю, про все вот эти вот дела, и сейчас планируется такой себе Томас Тур по Украине, когда он будет ездить с Епифанием по ряду городов, в общем-то, представлять этот Томас, как большую победу, как он сегодня заявил, Бог оценил борьбу Украины за независимость и даровал ей Томас, это президент светского государства, говорит, поэтому, однозначно, технологичность этого решения и то, что это как часть предвыборной программы, очень важно это явно и отрицать это глупо. Ну, в таком случае я от себя и от нашего коллектива поздравляю политтехнологов Порошенко, ребята, вы сделали классную работу, и, судя по всему, да, вы хорошие специалисты, так сказать, честь и хвала. Спасибо, спасибо, Никита, спасибо, и с праздником, с наступающим. Дорогие друзья, программа «Тема дня», переходим в следующий айтем, всего доброго. Дорогие друзья, спасибо. 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 Спасибо.